Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Я Игорь Волков и рад приветствовать вас на канале Мечта Летать! И сегодня мы поговорим, наверное, о будущем, о планах канала, о планах моих на фоне творящегося в современном мире. Меня сегодня многие спрашивали, Игорь, что ты будешь делать дальше? На фоне чего вопрос, сегодня отключили монетизацию Ютуба в Российской Федерации, то есть ролики, которые показывают там, не будут монетизироваться, не будут приносить доходы авторам. Но это, я считаю, это совершенно неважная штука, потому что я говорил и говорю, я не зарабатываю на съемке роликов. Точнее, какие-то деньги капают на оборудование, еще что-то. Есть спонсоры, которые считают, что мой контент хороший, и за это можно 2 евро взнос какой-нибудь сделать. Но я повторю, что час полета в 2 планера стоит 80 евро где-то, поэтому это не то, на чем надо деньги зарабатывать. Я снимаю от души, для души, потому что мне нравится это делать, потому что мне нравится радовать людей. И я не знаю, это сначала было достаточно спонтанно, но потом я втянулся, и вот эти письма, когда пишут, ну не знаю, водитель трактора Д-160, говорит, я не знаю, зачем я вас смотрю, но я обедаю, включаю у вас ролик, у меня настроения улучшаются, я счастлив. Я никогда не полечу на планере, я это знаю, но я счастлив смотреть, как это можно делать. Поэтому я вам показываю, как это можно делать, как можно жить в небе и радовать друг друга. Это, наверное, самое важное, что есть на планете, любить и радовать друг друга. Поэтому всем, кто переживает, что я брошу, я не брошу. У меня сейчас очень мало сил, я, ну мне тяжело. Я просыпаюсь, мне хочется проснуться в какой-то другой реальности. Я просыпаюсь, знаете, как однажды у меня была большая любовь, такая, что хотелось жизнь самоубийством покончить. И когда мы расстались с девушкой, я очень хотел заснуть. Я засыпал вечером и просыпался с болью, видел свет сквозь такие желтые шторы, льющиеся в комнату. Я понимал, что новый день, и сначала было все хорошо, но потом на меня вот набрасывалась вот эта память, что было вчера. Вот эта память меня оглушала, и я понимал, что это новый день, это та же боль, и как она уйдет, непонятно. Ну, вылечило, конечно, время, но я хорошо помню эти ощущения. А сейчас боль намного больше, потому что в мире творится что-то страшное, и я буду продолжать. Я наберу сил, я вам обещаю, пусть закончится безумие, хоть и я буду с вами. По поводу отношения, наверное, может быть, знаете, как хочется, чтобы мы были честны, вы зрители, и я, автор, были честны друг с другом. Я не хочу сейчас говорить ни о какой политике, я просто, не знаю, скажу мое отношение к миру. Я хочу быть честным, я хочу не врать, я хочу говорить то, что я думаю. И сегодня, опять же, еще одно событие, которое исключило возможность говорить многим людям, живущим в Российской Федерации. На моем канале 55%, кто смотрит меня из России, и я думаю, многие из них очень достойные люди. Для них я очень хочу снимать ролики дальше, я с ними очень хочу общаться, потому что хороших людей намного больше, чем плохих. К сожалению, статистика голосования и так далее, она говорит иногда об обратном. Но я верю все равно, что хороших людей очень много. Так вот, этим хорошим людям запретили говорить правду. Сегодня вышел закон, по которому любой человек, который назовет войну войной, может сесть на 15 лет. И я сейчас, я Игорь Волков, на высоте 4071 метр. Я заявляю, что конфликт, который сейчас происходит между Россией и Украиной, это настоящая война. Это не спецоперация. Это настоящая, злая, ужасная война. Окупационная война. Сегодня 4 марта 2022 года. Соответственно, моя фраза, что Российская Федерация ведет войну против Украины, они означают то, что я больше не въездной в Российскую Федерацию. Потому что я сейчас нарушил закон Российской Федерации и назвал войну войной. Я это сделал осознанно. Потому что я не хочу ехать в страну, где нельзя называть вещи своими именами. Есть замечательная книга «Война и мир». Вы, наверное, все в детстве читали. Я прочитал все 4 тома. Я очень любил читать в детстве. Я прочитал с удовольствием. И всю книгу, наверное, меня переполняла какая-то гордость за то, что я русский. За то, что русские творили такие вещи. За то, что они сразались за свое отчетчество. За то, что были такие достойные сыны. И «Война и мир» мне нравилось читать ее. Это Лев Николаевич Толстой, замечательный писатель. И представьте теперь, что это великое произведение нам бы пришлось назвать «Спецоперация и мир». Лев Николаевич Толстой. Я не хочу такого цинизма. Я не хочу жить в мире. Точнее, не в мире, в той части мира, где такой цинизм приветствуется. Поэтому это мой осознанный выбор. Я сейчас сказал то, что я думаю. И я сделал свой выбор. Я поставил границу. В связи с этим я хочу заявить, что я закрываю все проекты в Российской Федерации, которые были. Мы делали планер «Однотысячные мечты». Для того, чтобы могли летать инвалиды, люди с ограниченными возможностями. Они сейчас не виноваты. Но, к сожалению, так получается, что я в этом проекте уже не могу участвовать. Потому что я сделал свой выбор. Я не могу... Я не хочу врать. Не обижайтесь, пожалуйста. Вы сейчас люди, которые по другую сторону бригад, россияне, которые считают, что война это не война, это спецоперация, что она оправдана. Я понимаю, я знаю ваше мнение, я знаю все ваши аргументы. За 8 дней войны мы на эти аргументы переписочили с вами 23 раза. Давайте не спорить, не ругаться об этом. Ну, пожалуйста. Я понимаю, что вы сейчас злитесь на меня. Ну, не злитесь. Просто мы можем разойтись миром и помнить друг от друга, ну, наверное, хорошие, красивые прогулки вместе по Альпам. Опять же, я никакой контент удалять не собираюсь. Вы можете всегда возвращаться на канал, посмотреть. Я никого не буду блокировать. Я надеюсь, что пройдет время, мы сможем с вами вернуться к жизни в большом красивом мире. Мы сможем путешествовать, ездить в гости друг к другу. Может быть, научимся не ненавидеть друг друга. Я очень в это верю, потому что время великий лекарь. Он может быть способен сделать из жуткой совершенно раны, нанесенной народами друг к другу. Может быть, эта рана затянется, может быть, найдутся какие-то точки соприкосновения, и исчезнет ненависть, которая есть сейчас. Я очень хочу в это верить, потому что ненависть – это очень плохой, это деструктивный фактор. Он не созидает, он только разрушает. А очень не хочется, чтобы такая красивая планета, Земля, была разрушена. Мне тяжело сейчас. Реально тяжело, потому что рушится привычный мир, рушится мир, в котором я хотел сделать реактивный планер. Он красивый, на котором можно было открутить пилотаж, радовать людей, помогать подниматься в небо. Сейчас мы с моим другом доделаем в любом случае планерную лебедку, на которой мы сможем в небо затягивать планер на солнечную энергию. То есть он будет летать на солнечном свете. Эта лебедка будет работать на аэродроме в Литве. Аэродром моего родного Вильминского аэроклуба, которому я хочу передать большой привет. Мы будем летом сделать сборы, мы будем отмечать праздник, праздники. Мы будем делать сборы старинных планеров. Мы восстановим планер А2 Олега Константиновича Антонова. Наверное, я надеюсь, что восстановят Мрию, которая сгорела. Я очень хочу верить в это, чтобы этот прекрасный самолет был на планете Земля. А мы восстановим А2 и сделаем летающий экземпляр. Мы будем делать очень много, я буду очень стараться. Потому что моя мечта сейчас это показать, что каков красив мир, как красиво в этом мире жить. Сейчас канал, наверное, будет делать акцент на то, что вот он мир, вот люди, люди этичные, люди объединенные общей идеей жить в мире. Жить в большом, не знаю, не метаться за геополитическими какими-то амбициями, не пытаться поссориться, действия одного человека не должно ставить на кон, не знаю, будущее нации. Это просто вот кошмар, что сейчас творится. И мне кажется, что выздоровеют, страны выздоровеют, мир поменяется. Я просто хочу в это верить. А сейчас я провожаю закат солнца вместе с вами на высоте 4000 метров. Я попробую сейчас перепрыгнуть в следующую волну, показать вам очень красивые виды. Давайте просто посмотрим на нашу планету и полюбуемся. Мне тяжело пилотировать, потому что когда пилотируешь и разговариваешь, и что-то еще на эмоциях, так в таком состоянии летать, конечно, нельзя. Но я сегодня поднялся, и будем считать, что это вечер прощания с какой-то частью аудитории, которая по своим позициям, может быть, отпишется от канала, по другим позициям, возможно, просто не сможет смотреть из-за того, что в Российской Федерации заблокируют по какой-нибудь причине YouTube, что вполне может быть. Через некоторое время смотреть будет все равно можно. В конце концов, есть GPM-сервисы, которые позволяют обходить блокировки. Ничего страшного. Мы прорвемся на высокой скорости, как сейчас прорываемся на скорости 200 км в час по направлению к северу. Больше всего на свете я ценю свободу. Просто это, наверное, самое важное, что есть в жизни, иметь возможность говорить. Говорить то, что думаешь. Читать разные мнения. Это страшно, когда закрываются издания. Моя любимая радиостанция «Серебряный дождь». Даже здесь, будучи во Франции, я включал эту радиостанцию через телефон и слушал по утрам, по вечерам бархатный голос одной ведущей. Все вы, наверное, кто смотрит «Дождь» ее знаете. Она просто волшебница. То есть в самом плохом настроении можно было и окунуться вот в эту теплую атмосферу в студии. Я очень любил эту радиостанцию. И мне очень жаль, что они больше не вещают. Мне жаль, что хорошие, красивые здания закрываются. Это страшно. Это страшно, потому что это война со свободой, которая сейчас есть. Это не только война с Украиной. Это война со свободой. И надо вещи нажимать еще раз своими именами. Это война, после которой люди попадают в Северную Корею 2.0, где нет свободы слова. То есть свобода слова – это то, что гарантировано Конституцией Российской Федерации. Сейчас эта свобода попрана. Конституция изнасилована несколько раз. Она менялась многократно. Просто для того, чтобы один человек правил вечно, до его смерти. Это неправильно. Этично отправить 150 миллионов человек в изолятор? Не знаю. Я с вами делюсь мыслями. С неба я провожаю с вами солнце. Мне сейчас больно. Давайте что-нибудь на солнце посмотрим. Посмотрите, как это выглядит. Мои любимые, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Я за время, за этот год, который с вами вместе, по сути, канал работает, ну, чуть больше года активно. Я снимал какие-то ролики совершенно непрофессиональные. И только прошлой осенью, наверное, я вышел на какой-то достаточно достойный уровень. И втянулся в это, начал монтировать, начал снимать. У нас сейчас с борта работают 4 камеры. Давайте, наверное, на хвостовую я вам сейчас закат сниму. Сейчас ролик потом ставлю, полет в сторону солнца. К сожалению, меня сейчас быстро сдует с волны. Ветер сейчас у нас 56 километров в час. Но между тем, какое-то количество времени я так пролечу. И вы можете посмотреть, как это красиво. А знаете, что я вам еще покажу, друзья? Я вам сейчас покажу. Я сейчас вам еще раз улыбнусь. Я стараюсь со всех сил. У меня слезы. Я сегодня видел, как плачет мой друг Саша. Тот же блогер, который живет в Украине. Я знаю, какие глаза грустные у Васильева. У Володи. Тоже грустные глаза. И он тоже живет в Украине. Один делает ролики про авиамодели. Другой про самолеты. И у них очень грустные глаза. У меня тоже. Потому что то, что сейчас происходит, боль. Наверное, самое главное все-таки в какой-то степени остаться людьми. Посмотрите на красивый закат. Подумайте. Он же один для всей планеты. Вся планета видит это солнце. Давайте смотреть его. Не знаю как. Не знаю, у меня слов не хватает. Сейчас я разгоню планер до скорости 200 км в час. И вы увидите заход в солнце. 220, 240, 250, 280. Предел для моего планера. Быстрее я лететь смогу. Иначе будет сватер. Пошло от солнца. Как вы видите. Если очень постараться, можно увидеть восход солнца. Очень большой минус за бортом. Сейчас 2 марта. В горах лежит снег, как вы видите. Поэтому такой эксперимент с рукой за бортом достаточно болезненный. Но что такое боль от замороженной руки по сравнению с болью в сердце? Ну, это в общем-то две большие разницы. Я сейчас начну снижаться. Закат мы с вами посмотрели. Я выпускаю воздушные тормоза. И возвращаюсь на планету. Давайте вместе приземлимся. Это не будет последняя посадка. Она будет самая обычная посадка. К сожалению, она будет в таких достаточно ночных условиях. Потому что солнце мы проводили. Пока мы спустимся вниз. Я использую сейчас максимальную всю энергию. Видите, у нас полностью выпущены воздушные тормоза. Я иду на скорости 150. 150 с тормозами можно. И я, наверное, чтобы усилить снижение, пожалуй, выпущу еще шасси. Вот теперь полностью конфигурация та, которая позволяет мне максимально увеличить сопротивление планера. И снижаться. Скорость снижения на данный момент 7,4 метра в секунду. У меня есть порядка 20 минут, чтобы спустить, опуститься вниз и еще приземляться не в сумерках. Почему важно приземляться не в сумерках? Потому что надо видеть землю. Пилот должен по фактуре земной поверхности иметь возможность определить расстояние до земли. И успеть выровнять самолет, планер, другой летательный аппарат. Есть у больших авиалайнеров подсветка полосы, специальные там фонарики и так далее. Но у нас такого нет. У нас самая обычная полоса, самого обычного аэродрома, на которую я буду заходить в сумерках. Потому что хотел показать вам закат солнца в Альпах. Закат солнца в день, когда многое поменялось в мире. И самое страшное, что в этот день очень многих людей отобрали свободу. То, что многие не ценят, потому что... Это же избытая фраза, да, наверное, быть свободным. Когда ты можешь говорить открыто, когда ты можешь мысли выражать открыто, когда ты можешь спорить открыто. Когда ты человек, когда твои действия этичны. Ты не пытаешься нарушить, ну, даже не нарушить, а ты имеешь возможность жить от души. Вот это, наверное, ярче всего можно сказать. Именно жить от души полной грудью. Это то, почему я оказался здесь. Потому что в 2014 году у меня был выбор обманывать, воровать. Потому что мне... Все вы знаете эту историю, уже предложили воровать, делать на моем изобретении. И приближенные к власти предложили делать мои гидравлические лебедки. И тем самым, увеличив их стоимость, и воровать бюджетные деньги. Я отказался, и именно поэтому был вынужден уехать. Это был мой выбор. Вы иногда говорите, что... А! Сбежал! Нет, друзья, не сбежал. Я сделал свой выбор. Я хотел делать честно. Я хотел делать дело. Учить людей летать, строить лебедки, делать летные школы. Я не смог сделать этого в России. Повторю, потому что отказался воровать, а работать мне не дали. Меня, по сути, выжили. Потому что приняли закон, постановление, по которому, например, на бланиках нельзя было летать с лебедкой. И показали так, что, чувак, ты против нас пошел. Мы тебе не дадим ничего делать. Я уехал. Это мой выбор, и это моя свобода делать такой выбор. У вас сейчас свобода... У вас сейчас, друзья мои, мало свободы, к сожалению. Я... Мне очень больно из-за этого, потому что я знаю большое количество людей, которые эту свободу ценят. С другой стороны, чтобы ценить свободу, нужно пожить свободным. Пожить в мире, где ты перемещаешься, гуляешь, дружишь с людьми. Ты видишь, сколько же хороших людей в мире, что здесь... Ну, не знаю, я сегодня... Сегодня на наш аэродром приехали немцы, французы у нас с начала сезона. Они подходили. Мне было очень страшно, как они меня встретят. Они подходили, обнимали, говорили. Игорь, там... Все хорошо, мы все понимаем. Европейцев демонизируют часто. Тут, по мнению пропагандистских каналов, одни геи с этими самыми живут. Но это не так. Здесь очень хорошие люди. И с ними можно дружить, с ними можно общаться. С ними можно летать вместе. С ними можно строить, не знаю, кучу всего хорошего. И больно, что мои сейчас друзья оказываются по другую сторону железного занавеса. Это страшно. Друзья, мы прилетели к склону. Ветер у нас на посадке порядка 40 км в час. Я буду аккуратно сейчас заходить. Я вам камеру оставляю на правое крыло. Проверяем конфигурацию. Закрылок 6. Скорость 120. Высота 1100. Проходим. Я полосу осмотрел, с ней все в порядке. Ветер тоже норма. Сейчас будем правым виражом заходить. Выпускаю еще раз воздушные тормоза. Чуть-чуть корректирую высоту. Мы сейчас высоковато. И выполняю правый разворот на 180 градусов. Так, чтобы идти над речкой. Это, по сути, движение от второго к третьему развороту. И докладываюсь. Сэр, Лоботи, Индия. Виктор Даулинг. Лендинг, Норд. Двигаюсь вперед. Если вам видна горка, то вы можете заметить дорогу, которая видна рядом с горкой. Это дорога лесовозная. Она сделана для того, чтобы жители нашего населенного пункта могли собирать, могли деревья вот эти вот использовать для отопления. Экологическое топливо, что выросло, то и спилили. Иду к четвертому развороту, наблюдаю полосу. Скорость держу 140, потому что больше не надо. Ветер не очень сильный, турбулентность умеренная. Доворачиваю на ось полосы. Прохожу над деревьями. Убираю крен. Опускаюсь и аккуратненько начинаю наблюдать поверхность. Пытаюсь не сделать козла, что достаточно сложно сейчас. Но вполне реально. Висим, 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 висим. Касание. Я специально касаюсь вне посадочной полосы. Но это не посадочная полоса, это рюлежная дорожка асфальтовая. Для того, чтобы беречь шасси. Потому что она очень достаточно быстро стирается об асфальт. Некоторые переживают за то, что я летаю в каком-то достаточно... Ярком эмоциональном состоянии. Наверное, да. Потому что я живой человек, я с эмоциями. Но вы не переживайте и не бойтесь. Потому что 7000 часов налета, навыки. И я умею в нужный момент это двинуть, это в сторону. В небе с нами ничего не может случиться на большой высоте. Даже если планер Штопор сорвется. У нас есть ролик на канале про Штопора. Вы с нами прекрасно знаете, как со Штопора выходить. Можете посмотреть. А у земли я загораживаюсь от происходящего. Становлюсь пилотом, который не думает больше ни о чем. Заходит на посадку и комментирует это вам. Поэтому не переживайте, не бойтесь. Все будет хорошо. И мы будем с вами видеться и дальше. А в заключение я хотел бы передать привет моим друзьям. По Харьковскому институту. По полетам везде. Моим друзьям с Украины, которым сейчас тяжело. Им тяжелее всех. Потому что они защищают свою землю. Защищают ее от силы сердца, от чистого. Друзья, держитесь. Как бы дальше ничего не сложилось. Свобода самое дорогое, что есть у нас. Дай вам Бог удачи. Сил. Дай вам Бог удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!